МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабная военная операция украинской армии в Курской области вызвала нескрываемое изумление немалого числа американских военных аналитиков и публичное восхищение ряда влиятельных американских законодателей, традиционно выступающих за военную поддержку Киева. Аналитики, судя по всему, не предполагали, что ВСУ способны на проведение столь дерзкой по замыслу и исполнению операции на территории России. Сенатор-демократ Ричард Блументол, встречавшийся с Владимиром Зеленским в начале нынешней недели, дал самое подробное из всех американских официальных лиц описания происшедшего. Украинские силы, по его словам, действовали чрезвычайно умело. Они пересекли минные поля, хорошо обстреливаемые пространства, обеспечили четкое взаимодействие артиллерии и сухобутных сил, чего им не удавалось достичь раньше. Сенатор сравнил провал российской армии в Курской области с беспорядочным отступлением российских сил два года назад. Глава Комитета Палаты представителей по международным делам республиканец Майкл МакКол считает, что украинцы дали сигнал американцам. Если вы нам дадите все, что необходимо для победы, мы победим. Реакция Белого дома была гораздо менее эмоциональной и отчасти неожиданной. Президент Байден сказал, что Путин оказался перед серьезной дилеммой. Но более важным было то, чего он не сказал. Он не только не призвал Киев к сдержанности, несмотря на то, что украинская армия нарушила негласное табу, перенеся боевые действия на территорию России. Он не напомнил о красных линиях, например, запрете использования американского оружия для ударов по российской территории. О том, что это означает, мы говорим с моими совеседниками. Оценить военный аспект операции я попросил Ричарда Вайца. Все еще не очень ясны детали происходящего. Масштаб операции украинских войск на территории России явно значительнее, чем казалось несколько дней назад. Число ее участников исчисляется тысячами, а не сотнями. Исходя из этого, можно строить самые разные предположения о мотивах действий Киева. Это и укрепление морального духа украинцев, это и попытка ввести в замешательство Владимира Путина, это и желание заставить Россию оттянуть войска из Донбасса, это и надежда укрепить позиции в предчувствии мирных переговоров. В том, что касается дальнейших действий украинских войск, то у них немало вариантов действий. Они могут расширить контроль над российской территорией, если обнаружат бреши в оборонительных позициях российских войск, могут вывести свои подразделения с российской территории во избежание серьезных потерь в результате неизбежного масштабного контрнаступления российской армии. Они в теории могли бы развернуться и нанести удар по тылам российских войск, сосредоточенных на границе с Украиной. Я не знаю, впрочем, насколько реалистичен такой вариант. Нужно сказать, что эта операция осуществляется в условиях удивительной секретности. Она оказалась совершенно неожиданной для меня и тех из моих коллег, которых я знаю. Американские комментаторы, в общем, сходятся во мнении, что эта операция прежде всего символическая акция. Таким было первое впечатление. Но количество украинских войск, участвующих в этой операции, значительно больше, чем требуется для подобных символических вывозок. Можно предположить, что у украинцев есть намерение закрепиться на этой территории. Символическое значение этой операции очевидно. По имиджу Владимира Путина нанесен очередной удар, но это, судя по всему, не имеет большого значения для большинства россиян. В течение российского вторжения в Украину по репутации Путина как лидера было нанесено несколько жестоких ударов. Взять хотя бы провал первоначальной стратегии вторжения, поражение российской армии в 2022 году, пригожинский мятеж годом позже, но все это пока привело к ужесточению контроля за оппозицией, полному подавлению возможностей для проведения антивоенных протестов. Тем не менее, я думаю делать выводы, чем может обернуться эта операция украинской армии, пока рано. Господин Вайц, как вы думаете, может эта операция украинской армии помочь Украине заручиться большей поддержкой в Соединенных Штатах? Сенатор-республиканец Грэм назвал эту операцию смелой, блестящей, красивой. Сенатор-демократ Блюментол считает, что это прорыв, как он сказал, сейсмических пропорций. Президент Байден говорит, что он несколько раз в день справляется о ходе операции. Дело в том, что эти сенаторы – известные союзники Украины, они ее часто навещают, они постоянно выступают в ее поддержку. Без сомнения, для тех, кто считает, что Киеву необходимо помогать, оказывать более значительную помощь, этот успех украинской армии – доказательство того, что Украина может добиться победы, получив необходимую для этого западную помощь. Пока непонятно, поможет ли это переубедить американских скептиков, особенно в рядах республиканской партии, заставить их изменить свое мнение относительно низких шансов Украины на успех в этой войне, убедить их, что поставки вооружений Киеву могут резко изменить ход войны. Вопрос о поставках Украине вооружений вскоре станет вновь актуальным. Законопроектом, принятым весной нынешнего года, было выделено достаточно средств для оказания Киеву помощи до конца этого года. Каким будет уровень поддержки в будущем году, будет ли ему обеспечен нынешний уровень поддержки, непонятно. Известно ли о том, получили ли украинцы санкцию на использование американских вооружений в ходе военных действий на территории России? Непонятно, но, судя по всему, украинцы используют ракетные системы «Хаймерс». Представители Пентагона говорят, что такое использование американского оружия приемлемо, поскольку оно используется для уничтожения российских позиций, откуда ведутся атаки на территории Украины. То есть ситуация аналогична ситуации в районе Харькова, где Вашингтон санкционировал применение американского оружия для ударов по скоплениям войск базам огневым позициям на российской территории, которые используются для ударов по Украине. Я не видел свидетельств применения украинской армии оружия более дальнего радиуса действия, которое она начала получать в течение последнего года. Она вряд ли будет использовать самолеты F-16 или танки «Абрамс», но «Хаймерс» и американские боевые машины пехоты могут применяться в ходе этой операции. Возьмётесь предположить, как долго может продолжаться эта операция украинских войск на российской территории? Как я уже сказал, она уже продолжается дольше, чем многие из моих коллег предполагали. Сейчас совершенно понятно, что российское командование было захвачено врасплох. Российские подразделения, находившиеся в пограничной зоне, не смогли оказать сопротивление ни на тактическом, ни на оперативном уровне. Я не думаю, что у российских командующих были планы действия на случай такого прорыва украинской армии. Соответственно, им приходится импровизировать, перебрасывая войска, боеприпасы, снаряжение в зону боевых действий в Курской области. Я подозреваю, что недели через две будет ясно, станет ли украинская армия держать там линию фронта или даже попробует перенести наступление на территорию Белгородской области, чего, если судить по его действиям, ожидает губернатор, объявивший об эвакуации из приграничного района. Однако такие действия крайне рискованы. Украинцам придется расширить зону боевых действий, будет затруднено снабжение войск, у российской армии появится больше возможностей для контратак. Стивен Бланк видит значение украинской операции в Курской области в подтверждении слабости российской армии. Операция украинской армии на территории России прежде всего большая символическая победа Украины, продемонстрировавшая, помимо всего прочего, печальное положение, в котором находятся вооруженные силы России. Во-первых, это демонстрирует полный провал российской разведки. Во-вторых, российские войска не только не смогли отразить нападение украинского контингента, они, судя по всему, не способны организовать действенную оборону. Украинские подразделения находятся на территории Курской области уже больше недели. Они контролируют несколько десятков населенных пунктов. Сотни, если не тысячи российских солдат сдались в плен или бежали с поля боя. По разным данным, украинцы заняли около тысячи квадратных километров российской территории. Все это свидетельствует о том, что российская армия испытывает серьезнейшие проблемы. Иными словами, украинцы вновь доказали, что с точки зрения стратегии, тактики, организации боевых операций, они превосходят российскую армию. Если им будет оказана адекватная поддержка вооружениями, они способны взять верх. И это очень важный результат этой операции. К этому можно добавить, что способность украинского командования обеспечить полную секретность во время ее подготовки, ее успешное проведение и, очевидно, неспособность российских командующих определить направление удара украинских войск, разгадать цели этой операции, пока дает украинцам преимущество, потому что они знают, чего они хотят добиться. Господин Бланк, с вашей точки зрения, это прежде всего символическая акция украинцев, или она способна изменить стратегическую ситуацию? Я бы сказал, что эти действия украинской армии уже отчасти изменили стратегическую ситуацию. Для этого достаточно посмотреть на реакцию Владимира Путина. Он в бешенстве. Произошло то, чего он совершенно не ожидал, скорее всего, введенное в заблуждение отчетами военных об успешных боевых действиях в Донбассе. Во время встречи с чиновниками он осекает губернатора Брянской области, рапортующего о стабильной обстановке в области, и предлагает готовиться к худшему. Он обвиняет Запад в организации украинского вторжения на территорию России. Он заявляет об отказе от любых мирных переговоров с Украиной. На мой взгляд, Путин не понимает, что в действительности происходит, и продолжает делать ставку на прежнюю провальную стратегию, и это стратегическая ошибка. При этом его не может не пугать реакция в западных столицах на перенос действий украинской армии на территорию России. Они не только не попытались остановить Киев. Там это было воспринято как естественная реакция на российскую агрессию. Это должно заставить Путина понервничать. Это мнение американских военных аналитиков. С историком Юрием Ферштинским мы обсудили политический контекст происходящего. Юрий, если посмотреть на заголовки в американской прессе, то главный вывод, который делают комментаторы, заключается в том, что операция украинских войск на российской территории в очередной раз продемонстрировала хрупкость путинской России. Прежде всего, это касается, конечно, неспособности российской армии защитить свою территорию. Еще один очень популярный американский образ – это пощетчина Путину или в американском эквиваленте синяк под глазом, то есть персональный удар по Владимиру Путину. Как вы думаете, эта акция украинской армии будет иметь по большому счету символическое значение или последствия могут быть более значительными? Я думаю, что очевидно, что Путин напуган. И у нас уже была ситуация в момент Пригожинского мятежа, когда Путин, безусловно, испугался и вместе с Медведем покинул Москву и отсиживался в бункере, и никто в Москве не понимал, что происходит, и никто в Москве не понимал, что делать, и ни одна душа не выступила в защиту Путина. Мы много слышали уже два с лишним года о красных линиях, нам угрожали использованием, применением ядерного оружия. Вот сейчас куда-то все это делось. Никто не говорит уже о красных линиях, никто не говорит о ядерном оружии, а в общем-то всего-то произошла мелочь. Украинские войска перешли российскую границу, и оказалось, что эта граница абсолютно не защищена, что пограничные заставы, которые там были, все сдаются без боя, что резервов у России, ну, по крайней мере, таких быстрых, чтобы близко были, чтобы быстро можно было подвести, нет, что нужно их перебрасывать с украинского фронта. Мы видим, что Российская Федерация очень слабо держит удар, даже когда это провинциальный Курск или, допустим, Белгород. Мне даже трудно себе представить, какая паника будет в Москве и в России, если удары будут по Москве. Это будет следующий этап этой войны. И это будет тот этап, на котором эта война закончится. Это первый звоночек, первый сигнал. Может быть, не абсолютно первый, но, в общем-то, первый сигнал к тому, что война будет эскалировать уже в другую сторону. Вот до сегодняшнего дня эскалация вся шла со стороны России, а теперь эта эскалация начинается уже со стороны Украины, потому что, подчеркиваю, абсолютно всем понятно в Украине, что эту войну нельзя победить через то, что Россия устанет, остановится, передумает, прекратит обстрелы украинских территорий. Поэтому для того, чтобы эта война была закончена, должна произойти ее эскалация. Мы вернемся к разговору с Юрием Фельштинским и Ариком Ширяевым. Оставайтесь с нами. Здравствуйте! Это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Киев перешел красные черты Вашингтона. Мои сегодняшние собеседники. Ричард Вайтс, Стивен Бланк, Юрий Фельштинский и Эрик Ширяев. Мои собеседники говорят, что украинская армия почти наверняка использует в ходе этой операции американское вооружение. Аналитики подчеркивают вполне сочувственное отношение в Белом доме к наступлению украинской армии. Как вы думаете, наблюдаем мы в данном случае изменение американского подхода к помощи Украине? Отказ от так называемых красных линий? Тем не менее, до сих пор на ВСУ наложено очень много ограничений. Какое оружие можно использовать, какое оружие нельзя использовать. Ф-16, например, нельзя использовать за пределами Украины и так далее. Это все будет, безусловно, меняться. У Запада нет выхода, у Америки нет выхода, у Европы нет выхода. Безусловно, Украина со временем получит полную свободу рук. Я думаю, что у вот этого вот эпизода российско-украинской войны есть еще одна очень важная сторона. Украина показала, что вторжение в соседние государства и захват неких территорий, наверное, все-таки не может являться доводом для их аннексии. Россия с 2014 года захватывает какие-то куски территории Украины и тут же быстренько их аннексирует и объявляет своими. На самом деле захват территории не основание для того, чтобы объявить эту территорию своей. И я думаю, что вот Курский эпизод, он сейчас, конечно же, поставит немножечко все на свои места, что эту войну, безусловно, нужно заканчивать. Украина остается в границах 91-го года, не в тех границах, которые в телеграм-канале снова описал Дмитрий Медведев, что вторжение в Курск показывает, что нужно захватывать просто целиком Украины. А то он раньше не призывал к захвату полностью Украины. Призывал. Но красной линии уже нет. И Медведев их не обозначает, и Путин их не означает. Закончились уже у России все угрозы. Угроз нет. Теперь осталась просто война. И в этой просто войне Россия победить не может. Вот она уже третий год старается, а победить она не может. И это при том, что Украине связывают руки вот уже третий год. То они оружие, западное оружие, не могут использовать для ударов за пределами своих границ. То они могут наносить, опять же, удары только по своим же оккупированным территориям. И, тем не менее, все равно Россия победить в этой войне не может. Курск – это еще одно указание на то, что Россия не может победить в этой войне. Для ВСУ Курский урок заключается в том, что нужно сделать так, чтобы Россия эту войну почувствовала. Потому что, когда война ведется только на территории Украины, Россия ее не чувствует. Юрий, а что, по вашему мнению, может заставить среднего россиянина выступить против этой войны? В течение последних лет аналитики говорили о том, что падение уровня жизни может изменить настроение людей, говорили о цинковых гробах. Предсказания явно не оправдались. Теперь война перекинулась на территорию России. Мы же не говорим о среднем. Вы сказали, вот среднего россиянина. Средний россиянин вообще никого не волнует. Волнует всех. Хорошо это или плохо. Но это факт. Волнует всех только Москва. Это не средние россиянины. Это как бы отдельно взятый город, в котором сосредоточена вся жизнь страны. Вся экономика страны, все финансы страны, все как бы самые богатые люди страны, все управление страной. Это все находится в Москве. Поэтому до тех пор, пока эту войну не почувствует Москва, ничего не изменится. Цинковых гробов, ну, по любым самым скромным подсчетам. Любую цифру можно взять. От 100 до 500 тысяч. Это больше, чем Советский Союз терял во всех войнах, кроме Второй мировой. Вот потери в нынешней российско-украинской войне, они на втором месте после Второй мировой войны. За 10 лет в Афганистане советская армия потеряла 15 тысяч. Какие цинковые гробы, кого они в России пугают. Там просто увеличивают выдачу финансового вознаграждения за погибшего родственника, и все счастливы по уши. Просто счастливы. У нас что, есть хоть один протест серьезный в России? Нет. Ну, не волнует там никого ничего в России, кроме Москвы. А Москва волнует только потому, что там сидит правительство. Юрий, подытоживая наш разговор, чего, на ваш взгляд, Украина добилась этим своим неожиданным смелым шагом? Украина пока что добилась только того, что война ведется на территории Российской Федерации. Вот не на территории только и исключительно Украины, а на территории Российской Федерации. То есть Украина создала прецедент наступательных операций, наступательной войны со своей украинской стороны. Понимаете, мы, конечно же, далеки от мысли, что в ходе этой войны украинские войска освободят свою территорию и двинутся дальше вглубь Российской Федерации. Нам это кажется как бы ненужным, безумным, излишним. Но, тем не менее, вот то, что сейчас происходит в Курске, указывает на то, что Украина готова воевать на территории Российской Федерации. Вот не просто на своей территории, чтобы выгонять захватчика с оккупированных земель и выходить к своим рубежам, а там останавливаться. А на самом деле готова двигаться и дальше. То есть готова, если этого требуют военные интересы, воевать в том числе и на российской территории. И, в принципе, это правильная постановка вопроса. И когда у Украины будут возможности наносить удары с воздуха по территории Российской Федерации с использованием современных видов вооружения, ракет дальнего радиста действия, самолетов М-16, которым разрешат пересекать украинскую границу, то война примет другой характер. И мы к этому, ко всему идем. Просто это занимает какое-то время. Вот уже третий год. Но я подчеркиваю, поскольку у всех есть желание закончить эту войну, то закончить эту войну можно не по схеме Трампа, остановив помощь Украине и заставив Зеленского сесть за стол переговоров. А по схеме совсем другой. Украина в границах 1991 года, вывод российских войск со всех оккупированных территорий, обмен пленными всех на всех и обсуждение вопроса о компенсации за нанесенный ущерб. Ну, а дальше уже международная общественность будет решать вопрос про военных преступников. И никаких других условий, при которых эта война может закончиться, на самом деле нет и быть не может. Вот это утопия, иллюзия, что можно обменять вот в такой войне мирную территорию. Это абсолютно невозможная вещь. Прокомментировать американскую реакцию на операцию украинской армии я попросил Эрика Ширяева. Эрик, похоже, Киев в глазах многих американцев по меньшей мере добился большой символической победы. В последние, скажем так, месяцы ведь новости из фронтовых зон Украины были не очень веселые. Как раз вот сейчас, в этой последней неделе, появились такие заголовки, которые, может быть, им большинство не понимает, что происходит, но понимает, что Украина пока вот сейчас выигрывает. С психологической точки зрения, это действительно момент значительный. Тон заголовка, высказывание Белого дома или невысказывание Пентагона, Госдепартамента, они указывают на том, что акции, которые были предприняты военной операции, она воспринимается достаточно позитивно. Это позитивно Вашингтоном. Такие новости, они, безусловно, каким-то образом влияют на общественное мнение. Хотя, скажем так, если общественное мнение, нет общественного мнения, история показывает, что международные события не влияют существенным образом на выборы американцев, когда они голосуют в ноябре президентских выборов. С другой стороны, большое-большое есть но. Любые кандидаты и люди, которые находятся во власти, баллотируются на второй срок, очень не хотят видеть эскалации международных отношений именно вот в сентябре, в октябре. Потому что такая эскалация может привести к непланированным результатам и может повлиять на выбор американцев. Поэтому мне кажется, что Пентагон, по крайней мере, не хочет значительной эскалации конфликта. Потому что если мы еще учтем, что конфликт разгорается на Ближнем Востоке, еще один кризис – это не то, что американская администрация и европейцы хотели бы увидеть. Это соображение, кстати, опровергает утверждение российских пропагандистов о том, что Вашингтон чуть ли не санкционировал эту военную операцию украинцев. Как видится, по реакции Белого дома, Вашингтон, Министерство обороны не планировало этого. Ковторяю еще раз, сегодня у администрации нет никаких намерений за два месяца до выборов заниматься каким-то эскалацией или большим провокацией. Им нужно тихо, спокойно довести страну к выборам, а там уже, как говорится, посмотрим, кто будет президентом и кто будет выполнять дальше свою роль. Вместе с тем невозможно не заметить, что официальный Вашингтон публично не выразил никаких возражений ни по поводу действий украинских войск на российской территории, ни по поводу вероятного использования украинцами американского оружия. Совершенно очевидно, что некие красные линии, проведенные Белым домом, стираются. Украинцы ведь почти наверняка применяют американское оружие. Судя по сообщениям, да. И даже обсуждают, какие виды вооружений, что и как. Видимо, реакция такова. Давайте посмотрим, как дело пойдет. Если будет значительная эскалация и значительные потери мирного населения, будут воздаваться другие голоса здесь и на Западе, также в Европе по поводу этого конфликта. Мне кажется, здесь чисто психология снова работает. Это происходит не в пользу Москвы. Посмотрим, какие реакции будут. И посмотрим, какие могут быть шаги сделаны, чтобы добиться ее деэскалации. Вы думаете, что будет стремление к деэскалации, а не к дополнительной помощи Украине, чтобы помочь ей развить успех? Я думаю, что будет стремление к деэскалации. Сохранение статуса кого сегодня и логика такая. Давайте говорить. Я уверен, что Вашингтон не будет заинтересован в серьезной эскалации этого конфликта. То есть, Вы исключаете, что этот военный успех Украины поможет ей получить больше американского оружия? По крайней мере, голоса тех, которые утверждали, что помощь недостаточна и помощь должна идти быстрее, они будут поддержаны вот этой логикой войны. Бовторяю еще раз. Сегодня политика такова, что предвыборные кампании идут, выборы намечаются, и никому в наших силовых ведомствах здесь, в Америке, не хочется делать слишком резких движений. Иными словами, Вы считаете, что Украина одержала, по большому счету, символическую и, можно сказать, временную победу? Это временная психологическая победа, но она не будет забыта скоро. Каких-то больших последствий, по крайней мере, мои круги, мои коллеги не ожидают. Но психология очень важна сегодня и всегда была важна. Такие вот сообщения из Украины, которые получаем сегодня, они действительно каким-то образом влияют на климат мнений среди элит и среди тех, кто принимает решения. Вы слушали «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Киев перешел красные черты Вашингтона? На имя собеседника мы сегодня были Ричард Вайтс, Стивен Бланк, Юрий Фельштинский и Эрик Ширяев. «Американские вопросы» можно услышать в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении «Чюнэн». Подписывайтесь на «Американские вопросы». Загружайте подкаст на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели. Студия подкастов «Радио Свобода».